Офисы, жилой квартал, променад и многое другое. Все это уже не первый год планируют построить на Затюсале. И вот накануне Рижская дума решила отдать на общественное обсуждение локальное планирование острова. Однако телевизионная башня может стать помехой грандиозным планам. Подробности в сюжете Ксении Колесниковой. В течение недели начнется общественное обсуждение локальной планировки острова Затюсала. Проще говоря, у каждого будет возможность высказаться по поводу того, как должен развиваться остров. У предприятия Затюсала Эстейтс, которому принадлежит земля между островным мостом и телебашней, есть свое видение. Здесь будет променад для прогулок и поездок на велосипеде. А здесь будут жилые дома и офисы. Правда, это все пока только в теории, потому что реальное строительство может занять от 20 до 30 лет. Ранее уже был разработан план развития Затюсала, который подразумевал строительство высотных домов. Но его решили поменять. Самое существенное отличие – это уменьшение количества этажей. В основном будут доминировать шестиэтажные дома вместо прежних 24-этажных. Будут только отдельные акценты в 12 и 17 этажей. А также будет передний фронт со стороны города. Там будут девятиэтажные дома. Близость домов к телебашне обеспокоила оппозиционных депутатов Рижской думы. Передатчики башни создают электромагнитное поле, которое может повлиять на качество жизни людей, уверены они. Проблема в том, что там запланирована многоэтажная застройка. А значит, жители верхних этажей автоматически окажутся намного ближе к передатчикам. В свою очередь, профессор Рижского технического университета Гунтерс Балодес допустил, что высотная застройка выше 12 этажей может стать помехой. Это может привести к тому, что на севере Риги будут проблемы со связью. А жители домов на Затюсале будут жаловаться на перебои в работе техники. 50 метров — это половина высоты, на которой находится нижний балкон, и над ним уже начинается аппаратура. Это значит, что там уже есть оборудование, от которого во все стороны исходит излучение, и на его пути не должно быть помех, путь должен быть свободен. С такой точки зрения 17 этажей — это уже высоковато. В государственном телерадиоцентре успокоили. Всё это было учтено девелоперами при разработке проекта. А электромагнитное излучение башни не ионизирующее, то есть не вредное для человека. Наши рекомендации по большому счёту были учтены, мы не видим там проблемы. Понятно, что на плотно населённой территории с высотками могут быть проблемы с распространением электромагнитных волн. Но подобная высота зданий, 12-17 этажей вблизи телебашен, не представляет собой ничего нового в мировой практике. Говоря о силе излучения, в телерадиоцентре рассказали, что допустимо излучение в 61 вольт на метр, тогда как на первом этаже башни оно составляет только 0,5 вольта на метр. Поэтому помех с работой техники вблизи башни быть не должно. Ксения Колесникова, Кришиан Слейтис, Латвийское телевидение.